Летом 1942 года адмирал Вильгельм Канарис, начальник Абвера военной разведки Верховного командования немецкой армии и его заместитель Ганс фон Донаньи сумели спасти жизни 14 немецких евреев, отправив их в Швейцарию под предлогом того, что их использовали в качестве агентов контрразведки. Чтобы спасти этих 14, потребовался год тщательного планирования и уловок, кульминацией которых стало убеждение шефа гестапо Генриха Мюллера в том, что отъезд этих евреев отвечает национальным интересам Германии. К Адольфу Альтофу, руководителю цирка Альтофа, обратилась еврейская женщина, искавшая убежище во время депортации немецких евреев в 1942 году. Он дал ей работу по выгулу слонов, а также помог спрятать ее мать и сестру. — Я должен был им помочь. Я не мог оставить их нацистам, — сказал он. — Честно говоря, я понятия не имею, как я это сделал. Другие знали, что их уволят, если они заговорят. В конце ноября 1942 года в общей сложности 179 евреев из Померании, большинство из которых были из Штеттина и Штольпа, были собраны и депортированы в Освенцин. Лишь несколько померанских евреев не были депортированы. Они выжили, — пишет историк померанского еврейства Стивен Николс. «Либо благодаря преданности своего христианского партнера, либо благодаря храбрости тех, кто был готов спрятать одиноких евреев». Например, Иоахин Пфаншмидт, викарий Гросскизова близ Грайсвальда и активный член немецкой конфессиональной церкви, прятал Гертруду Бирнбаум в своем приходском доме с 1939 по 1944 год. Эта фармацевт из Берлина пережила войну. В декабре 1942 года Мария Никель, набожная католичка, ходила по магазинам в Берлине, везя в коляске своего маленького сына, когда увидела беременную женщину с желтой звездой, пришитой к ее пальто. Мария не могла не вспомнить о своей тезке, деве Марии, которой не было места в гостинице. «Позвольте мне помочь вам», — прошептала она, толкая коляску за женщиной. Но женщина, испугавшись, убежала. На следующую ночь Мария снова увидела ее, и женщина снова убежала. Простой разговор с немцем мог навлечь на еврея неприятности. Постепенно Мария завоевала ее доверие и узнала, что ее зовут Рут. Она дала Рут номер телефона пекарни, где она работала. Несколько недель спустя сестра Рут, Элла, пришла к ней, чтобы предупредить, что гестапо собирает мужчин и женщин на их улице, чтобы отправить их на принудительные работы. Эллу схватили, когда она возвращалась в свою квартиру. Писательница Барбара Софер так описала продолжение. Рут срезала желтые звезды со своего пальто и пальто своего мужа Уолтера. Они вышли быстрым шагом, как немецкая пара, вышедшая на прогулку. Рут вышла с непокрытой головой, в надежде, что, увидев ее светлые волосы и голубые глаза, гестаповцы не станут проверять документы. Когда температура упала ниже нуля, Рут и Вальтер вошли в телефонную будку. Внезапно Рут почувствовала спазмы. «Не дай этому случиться сегодня вечером», — молила она судьбу. Берлинская еврейская больница все еще была открыта, но Рут слышала слухи о том, что нацисты забирали наврожденных, чтобы усыпить их газом. В отчаянии они с Вальтером вернулись в свою тихую квартиру. В любой момент СС могли вернуться. Цитата. «Вальтер попытался сам принять роды, но он не был врачом. Он рискнул пойти в телефонную будку и вызвать врача. Удивительно, но один согласился приехать. В те самые темные времена Рут родила прекрасную девочку, Реху. Но их единственным шансом выжить было уйти в подполье. Для этого им нужна была новая личность. Вальтер позвонил в пекарню. Мария Никель согласилась помочь». С опломбом она пошла на почту, попросила внутренние проездные документы и вручила клерку фотографию Рут. Когда клерк усомнилась в фотографии, она не растерялась. «Я выглядела иначе, когда была беременна», — сказала она. «Взяв с собой удостоверение личности Марии Никель и водительские права Вилли Никеля, Рут и Олтер направились на вокзал, толкая перед собой детскую коляску, которую они нашли в разбомбленном здании. Внутри наврожденная дочь сосала винную пробку». Конец цитаты. Металлические колеса скрипели на снегу. Цитата. «С каждым звуком Рут боялась, что они привлекут внимание. Станция была переполнена немцами, спасавшимися от бомбежек, и нацистскими солдатами. Когда они сели в поезд, солдат вскочил на ноги. Рут чуть не упала. «Для тебя, Фрейлин, и для ребенка», — сказал солдат. Благодаря Марии, которая постоянно помогала Рут, Вальтер и ребенок пережили войну. 6 марта 1943 года Йозеф Геббельс был возмущен тем, что когда началась депортация берлинских евреев из дома престарелых, произошли, как он выразился, «прискорбные сцены», когда собралось большое количество людей, и некоторые из них даже встали на сторону евреев. Конец цитаты. Три дня спустя Геббельс снова записал в своем дневнике. «Запланированный арест евреев в один день не состоялся из-за недальновидного поведения промышленников, которые вовремя предупредили евреев». Конец цитаты. Из Фрайбурга Гертруда Люкнер, член давно запрещенного немецкого католического движения «За мир», организовала отправку продовольственных посылок евреям, депортированным в Польшу. Она также путешествовала на поезде во многие города Германии, включая Берлин, принося посильную помощь нуждающимся еврейским семьям. Во время одной из ее поездок на поезде ее арестовала гестапо. Она была заключена до конца войны в концентрационном лагере Равенсбрюк. Протест дошел до немецких властей в Берлине даже из генерал-губернаторства в Кракове. 25 марта 1943 года анонимное письмо, написанное немцем, был отправлено главой генерал-губернаторства Гансом Франком в канцелярию Гитлера в Берлине. В письме автор с отвращением описывал ликвидацию восточного гетто и рассказывал о том, как детей бросали на землю, а их головы намеренно топтали сапогами. Положение евреев в Берлине было одновременно и шатким, и особенным. Шатким, потому что в городе находились штаб-квартиры гестапо, управление Эйхмана и СС. Особенным, потому что в Берлине были тысячи неевреев, готовых пойти на риск, скрывая евреев. В то время, как 170 тысяч довоенного еврейского населения Берлина либо эмигрировали, либо были депортированы и убиты, по оценкам, около двух тысяч пережили войну в самом Берлине. Почти все с помощью неевреев. В недавней статье Петер Шнайдер отметил, что Людвиг Колуму, учитель, который скрывался в октябре 1942 года, помнил 20 укрытий. Инге Дойчкорн вспоминала, что они с матерью меняли укрытия 22 раза. Конрад Латте, который после войны стал дирижером Берлинского оборочного оркестра, назвал «пятьдесят неевреев», которые защищали его в разное время. Петер Шнайдер писал, «Мы никогда не узнаем, сколько берлинцев имели прядочность и мужество спасти своих еврейских сограждан от нацистов. Двадцать тысяч, тридцать тысяч. Нам не нужно знать это число, чтобы воздать должное этому нетипичному, достойному восхищения меньшинству. В то время, как многие немцы были удостоены чести защищать евреев, тысячи простых немцев остались в целом непризнанными в городе, где многие из них творили добрые дела». Конец цитаты. За тридцать лет до публикации этой статьи, которая сделала историю спасителей Берлина достоянием широкой общественности, Инге Дойчкорн написал «В Ядвашен в Иерусалиме», вспоминая, кавычки, «людей, которые рисковали своими головами, чтобы помочь нам», кавычки. Эмма Гумц и ее муж, цитата, «были первыми, кто принял нас. Они прятали нас четыре недели, продолжали кормить нас в течение двух лет и четырех месяцев нашей подпольной жизни. Я также работала в ее прачечной владельщицей в то время». Конец цитаты. Еще одной спасительницей была Лиза Холландер. Цитата. «Она прятала нас более девяти месяцев. Ее муж был евреем, Пол Холландер, и был убит в концентрационном лагере задолго до начала депортации». Конец цитаты. Затем Кете Шварц, которая прятала еще одну еврейскую женщину и, кавычки, «в течение нескольких месяцев снабжала нас едой», кавычки. Другая немецкая пара, Вальтер Рик и его жена, цитата, «более или менее отвечали за нашу подпольную жизнь. Всякий раз, когда мы не знали, куда обратиться, он помогал». Рикки заботилась о нас с 1938 года, когда нам нужен был кто-то, кто мог бы что-то спрятать или помочь нам в других трудностях. Также трудно описать в нескольких строках то, что Вальтер Рик сделал для нас. Конец цитаты. Помимо прочего, Вальтер Рик нанял мать Инги Дойчкорн, цитата, «хотя он знал, что она жила под землей, он также дал ей продовольственные карточки». Конец цитаты. В немецком телевизионном документальном фильме 1973 года Альберт Юргенс, бывший берлинский полицейский, рассказал о том, как он приютил у себя дома еврейскую пару. «Я встретил этого человека на железнодорожной станции, и мы разговорились». Конец цитаты. Он раздобыл для них фальшивые документы и отправился с парой к швейцарской границе, где он тайно переправил их через границу. Юргенс потерял работу в результате этого акта сострадания. Лили Бат-Аарон, израильская журналистка, отметила, что он, цитата, «рассказывал свою историю с предельной простотой, как будто его действия были совершенно обычными». Конец цитаты. В той же телевизионной программе Бруно Моцко рассказал о том, как он прятал еврейские семьи в своем доме в Эссене, раздобыв для них фальшивые документы. В программе также была показана Хелен Якобс. На вопрос, зачем вы это сделали, она ответила, «Чтобы защитить демократию и бороться с дискриминацией, жертвами которой были евреи». Она прятала евреев у себя дома и отправляла посылки людям в концентрационные лагеря, указывая на них свой обратный адрес. Она снабжала тех, кого прятала едой, одеждой и необходимыми документами.